Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Мы находимся в Стамбуле. Это Турция. Ну что, начинается, точнее, день уже давным-давно начался. Сейчас выпьем, наверное, свежевыжатый сок и отправимся навстречу приключениям. Это я вот вышел из отеля. Обычно мы идем с Дашей одной дорогой, а это я вот решил пройтись с другой. Сейчас Даша у моих родителей. Они уже говорят, оставь ее у нас. Вот, и она, получается, мы целый день гуляли, я ее оставил, потому что они уже уезжают завтра. И все. И сейчас вот немножко прогуляюсь и пойду ее забирать. Смотрите, прикольно нашел кейс для айпада 1 доллар. Это вообще... То есть тут и ходишь по улочкам, цены везде разные. Ну, в принципе, продают одно и то же. Ну, вот это прям вообще как-то прикольно, мне понравилось. У Даши как раз есть айпад. Может, думаю, ей купить. Там как раз и айпад положить, и зарядку хранить. Всего лишь 1 доллар стоит. Выбрал вот такой вот кейс для айпада. Она как раз была в этих двух мечетях. Голубая мечеть и этот собор Свитой Софии. Проходим мимо каких-то тут, знаете, вот и мусорники, и какие-то древние здания, какие-то улочки. Все вперемешку, мечети какие-то. Это самый центр. Но здесь, что самое крутое я заметил. Вот ты просто идешь, тебе, короче, вообще ничего не надо. Вообще не надо. Вот этот кейс для айпада, он вообще мне не нужен был. И все время что-то продают, что-то продают. Иногда в турктических зонах там очень высокие ценники. А тут идешь, такой, оп, смотришь, там 1 доллар, там 1 доллар. Думаешь, ну как бы вообще, то есть, ну, очень дешево, как кажется, для такой вещи. Потому что у нас вроде это все дороже намного стоит. Думаешь, ну, что бы не купить. Одно купил, второе купил. Уже вот это, а почему бы не купить, нам уже некуда складывать. Надо вторая сумка нам. Так, где здесь делают сок? Наверное, выпью какой-то апельсиновый. Так, так, тут соки делают. О, сигма нарсулу. Так, мне сейчас делают сок. Апельсиновый. Здесь он по доллару, в стаканчик. Так, нашел себе новых подписчиков. Сейчас сказали, обязательно на меня подпишутся. Я сейчас найду себя. Все, здесь есть мой ченнел. О, все. Подписался, все. Спасибо. Здесь буген? Угу. Буген? Да, да, да. Да, да, да. Семья? Да. Все. Смотрите себя на ютубе. Да. Пока. Сок. Очень классный. Я в день, наверное, по три стакана минимум пиваю. Ну что, одно из самых главных событий осени уже на подходе, это черная пятница. Практически во всех магазинах будут огромные скидки. И чтобы хорошо экономить, я рекомендую вам использовать кэшбэк. Как это дело работает? Под этим видео будет ссылка на кэшбэк SmartySale. Нажимаем. Переходим на сайт. Для регистрации нужно ввести ваш email и придумать пароль и нажать зарегистрироваться. Теперь мы можем полноценно пользоваться сайтом. С любых магазинов можем получать кэшбэк. И как это работает? Просто смотрите. Переходим, например, сайт Booking. Нажимаем в магазин. Переходим в магазин. Три, два, один. Все. Покупки совершаются на официальном сайте. Это, например, вот сейчас бронируем жилье. И после бронирования жилья кэшбэк будет 2% от стоимости заказа. То есть покупки вы совершаете на официальном сайте. Просто нужно зайти в магазин через кэшбэк. На Алиэкспресс, например, кэшбэк 5%. Если вы купили на 10 тысяч, то 500 вы уже возвращаете назад. На Черную Пятницу будет огромное количество магазинов с повышенным кэшбэком. В магазинах кэшбэк будет увеличен на 50%. В некоторых магазинах он будет увеличен на 100%. А в некоторых даже на 250%. Что удобно, что кэшбэк работает во многих странах. Экономить можно на всем. На всем, чем захотите. На всех покупках. По поводу вывода. Выводить можно от 5 гривен к 5 рублей. На карточку Visa MasterCard. Либо на счет мобильного телефона. Поэтому, если вы еще в этом не разобрались, обязательно разберитесь. Можно пользоваться либо приложением, либо покупать через сайт. И повторюсь, это все бесплатно. Это не платное приложение. Ссылка будет под видео. Поэтому пользуйтесь и экономьте деньги при интернет-покупках. Проходим улицу. Сейчас я буду идти к родителям отель. На каждом шагу огромное количество еды. Так, тут что-то течет. Спрашивали, какие карты принимают банкоматы в Стамбуле. Американ Эспресс. Виза, Мастеркард. Мир. Какой-то Юнион Пэй. То есть, ну, как бы огромное количество карт. Разные банкоматы. Вот. Поэтому деньги снять не проблема, если что. Так, ну, это я вот хожу в улочке в центральной части Стамбула. Везде какие-то древности. Наверное, туда сверну, потому что очень много машин там. Ну что, вышел в центральную часть. Так, здесь у нас голубая мечеть, которая на реконструкции. Так, иду в отель к своим родителям. Вот он стоит. Антхемис Хотел. Везде ресторанчики, магазины. Прям забито-забито все время. Склашной базар. Вот их отель. Я в отель захожу вообще свободно. Никто мне ничего не говорит. Никто ничего не спрашивает. Просто поздоровался там с человеком, который сидит на ресепшене и все. А вот такие дела. Ну, тут, в принципе, везде камеры стоят. На каждом шагу, в каждом отеле. Поэтому, думаю, с безопасностью должно быть нормально. Все. В отелях. Поэтому они видят вроде как турист. Так. Они живут вроде бы номерами 204. Так, вечер у нас непростой. Мы хотим попробовать поехать на улицу, которая нам понравилась. Там в основном местные тусят. И попробовать, ну, еще национальной еды. Туркиш, это, пиде мы не пробовали. Или просто пиде, оно называется без туркиш. И еще там какие-то национальные штуки попробуем. Вот. Чисто где местные. И там, кстати, цены намного ниже, чем вот в центре. Вот. Ждем трамвай. Трамваи просто забиты. Мы, наверное, поедем на следующем. Потому что долго его не было. Они тут один за одним ездят. Этот прям забитый вообще там. Как эти. Как шпроты в банке. Или как сказать. Как не шпроты, а как... Как килька в томате. Подъехал второй трамвай. Тоже забиты полностью. Но там они как-то три подряд едут. За ним сразу следующий едет. Наверное, сейчас, может, в следующем еще меньше людей должно быть. О, ну тут капельку меньше людей. Да, поменьше. Тут хоть видно просвет. Да, тут не так в прошлом. Вышли мы на станции Фандык-КД. Я думаю, это никому ничего не скажет. Мы проходим мимо кофеем. Здесь такой запах крутой. Город утопает в пробках. Ну это сейчас вот так движение пошло. Там светофор стоит. А так вообще тут сейчас пик. Улицы узкие, все стоит. А если кто-то остановился кого-то высадить, то все. Мы проходим мимо аптечной улицы. Здесь продается все. Для стоматологов, для операций. Есть прям такие столы операционные. Вот идешь, витрины стоят. Прям все для медицины продается. И очень много аптек. Вот видите, операционный стол. Ну это не операционный, но все-все-все-все. Для стоматологов. Розовенькое кресло. Вот на таком бы Даша зубы лечила. Смотри, какое розовое. Даша просто все розовое нравится. Желтое кресло. Всякие ультрафиолеты, вот эти вот фонарики. Идем наверх. Ну а мы куда берем? На пив. Пойдем, чтобы не перейдеть. Пойдем, чтобы не перейдеть. Короче, хурма. Доллар. Лимоны. На доллар берем 2,5 килограмма лимонов. Апельсины на 6. Ну, короче, там практически 2 килограмма берем. Эти я брал по 5 мандарины. Короче, можно взять на доллар 2 килограмма. 2 килограмма этих на доллар помидоров можно взять. Груши – доллар килограмм. То есть, очень дешево все. Так, как мы передвигаемся с Дашей по городу? Она идет пешком. Когда устала, я ее беру вот на шею. Вот, либо мы меняемся. Вот. Ну, короче, вот на шею. Так, вот когда были в Эмиратах, классно на коляске, конечно, ее лазить. Ну, там, в принципе, везде ровная дорога. А тут везде горка, с горки. И вот, поэтому шея – самый классный вариант. На руках руки быстро устают, неудобно. А вот так вообще отлично. Все, ты напилась? Давай мне. Заходили, только что брали шоколадное молоко. Это мне как раз надо для сил. Так, ну что, вот мы пришли к мечети. Так, это стена возле дороги. Сейчас надо перейти и подняться по узкой улочке. Итак, вот здесь вообще суперские цены возле этой мечети. Лохмакун. 7,95. Короче, 8 лир. Меньше доллара. Это национальный такой блинчик с мясом. Сейчас мы его тоже попробуем. Так. Затем. Здесь очень классно готовят кофе. Кофе по 5 лир. То есть, на доллар берем 2 стакана кофе. Так, ну что, смотрите. 3 этих лохмакуна, лохмаджуна. Я так и не понял. Назвать так. Сколько это вышло все? 23, короче, 24 лиры. Еще дали 2 салата. Я их не заказывал. Вот. В общем, приятного нам аппетита. Получается лохмак... Лохмак... Это вот такая пицца с мясом. И немного какой-то вот зелень. А сыра нету. Вот такой блин с мясом и все. Вот. Это одно из национальных блюд турецких. Ну что, мы перекусили. Тема вот эта вот лохмакун очень классная. Вот. Мне очень понравилось. Вам 4 пар носков за 10 лет продают. Лежали. Сейчас пойдем выпьем туркиш кофе, который я грел за 5 лир. Нет, Даш, тут пешком пойдешь, я тебя на шею нести не буду. Тут немножко пройти. Давай на перегонки. Вот это моя хитрость. О, и сразу у ребенка много сил появилось. Давай на перегонки. Кто быстрее? Я быстрее. Я самый быстрый. Видите? И сразу ребенок пешком пробежит любую дистанцию. И никакая шея не нужна. Так. Ну здесь, конечно, всегда очередь. Я так понял. В прошлый раз мы были, тут была очередь. Потому что реально готовят очень крутой кофе. Вот здесь стоит красивейшая мечеть. Я единственное заходил только в один зал. А здесь еще есть внутренний двор. Вход во все мечети абсолютно бесплатный. Куда ни приди. Смотрите, какая красота здесь. Только здесь надо обязательно разбуться. И можно заходить. Все, мы разбулись. Здесь очень красиво, очень классно. И очень мало людей по сравнению с другими достопримечательностями. Сюда вот люди приходят. Просто так сядут, сидят. Пойдем. Вон, вон, сядут. Хочешь туда пройдем? Посмотрим. Вон, сядут. Вон, сядут. Это первая мечеть, которая была построена в Стамбуле. Вот. Построена в часть султана, который завоевал Константинополь. Вот на территории мечети находится мавзолей. Здесь вот могила султана. И здесь находится кладбище еще. Памятники. Там выбит год. 1300-е года. Так, мы подошли к кофейне. Наконец-то тут мало людей. Потому что постоянно какие-то очереди. Здесь очень классный кофе с кардамоном делают. А это что такое? А? Какое? Это вода кипит. А ты чай делают, наверное. Капает что-то белое из краника. Вообще не то. А может, это сгущенное молоко у них делается? Непонятно. Вон, видите, вода. Вода. Да? Отсюда капает белое. Вон. Что это такое белое? Самокон. Нет, это какая-то сгущенка, наверное. Это молоко. Вот, смотрите. Они только что пожарили зерна. Выкладывают в мешок. А здесь у них идет помолка. Вот. Все, приготовили кофе. Я вот хочу посмотреть, где тут этот киде делают. Так, здесь вроде бы его нет. На картинке нету, нигде нету. Тоже делают вот эти разные лохмакуны в разных апостасиях. Все, сейчас пойдем пихать пиде. Так, финики. Три с половиной доллара килограмм. Девять долларов килограмм. Огромное количество вот фиников самых разных. То есть, фисташки по 12 долларов килограмм. Вот, самое дешевое, я видел, 6,5. Я уже рассказывал, покупал. Так, яйца. Только я вот не понял, это 10 или лотками они продают. Так, мы берем всякие сладости домой. Смотрите, как он поливает вот эту штуку. Она только приготовилась. Еще горячая. Поливает какой-то водой или медом. Он медом. Да. Это он специально делает, чтобы она весила тяжелее. Вот. И потом он оно извесит. Вот, видите? А зачем она весит? Она горячая, можно еще оставить. Там у них кондитерский магазин. Они тут все пекут. Вот тут выпечка. Ну, вот эти всякие восточные сладости очень вкусные. Всякие с фисташками. Выдешь? Это вот эта легендарная волосяночка. А, волосяночка. И там какой-то сыр моцарелла, кажется. Да, да. Все. Так. Набрали вот сладости, они упаковывают в коробки. Я когда ехал в Стамбул, я очень хорошо почитал, что же здесь можно вкусного поесть. Но абсолютно ничего не почитал, что же тут можно посмотреть. Ну, по ходу дела мы ориентируемся. Я так иногда утром захожу, что тут есть интересного. Писали много про торговые центры, про всякие Диснейленды. Ну, Леголенды тут есть. Ну, не знаю. Мы, наверное, не попадем в этой поездке в Леголенд. Да, Даш? Или попадем? Попадем. Как такое? А как мы попадем? Как, как? На такси, на чем, на чем. Итак, мы купили вот эту вот волосяночку. Или это какой-то манничек непонятный. Вот мне было интересно всегда пробовать то, что они продают на улице. В ресторанах, кафешках то одно. А вот местные вот в очереди стоят за этим всем. Интересно было попробовать, что же это такое. Местные, получается, покупают вот эту штуку. Здесь, возле мечети, есть сквер. И они вот сидят и это все едят. Вот так вот. Ну, я попробовал. В принципе, отличная. То есть, она такая попроще, чем в ресторанах. Но вкусная. Не такая сладкая. Поэтому... Нормалек. Ну что, следующее место, куда мы зашли, это попробовать пиде. Оно готовится только в печи. Вот. И зашли в такое место, ну, в забегаловку, там, где местные. Вот там заходят и там глядят все. Вот. Оно стоит, по-моему, то ли 2,5 доллара, то ли 3,5 доллара. Непонятно. Сейчас, короче, разберемся. А там стоит большая печь. Да. Можно. И там в печи делается пиде. Вот. Тут пифо. Можно я покажу? Да. Да, вот. Смотрите, вот так это все выпекают. На большой лопате, вот как баба-яга непослушных детей, засовывает детей в печку. Вот так же и пиде засовывают в печку. Может, оно сделано из непослушных туристов. Вот. Так, мы, короче, заказали 3 пиде, 3 айрана и суп. Да, вот есть суп. Да. Все. Дашу дали планшет, чтобы она поигралась. Потому что целый день гуляет. Бонусом нам дают салат. И вот такую, типа джики какой-то. Но это она не острая. Принесли еще маринованный лук. Вот принесли суп, я попросил. И еще лаваш принесли. Вот. Так, обязательно выдавливаем лимончик. И будем кормить Дашу. Так, пиде, оно идет как лодочки, я показывал. Но они просто порезали. И вот такие куски, как пицца, получились. Это вот 1, 2. И сейчас еще принесут третье. Даша молодец, хорошо ест суп. Иногда в пиде они, получается, сверху накладывают фарш. Здесь они рубленое мясо положили. Сыр, рубленые овощи, сыр. Вот и запекли в печи. Фух, я уже съел 2 кусочка и наелся. Но мне предстоит съесть вот это все. Фух, я объелся. Смотрите, мы, короче, не съели одну штуку. Мы оказались слабаками. Вот это вот целое остается. Ну, мы попросим, чтобы взяли с собой. Вот нам упаковали ее. И разберут я с этим делом уже у себя в номере. Ну что, мы просто объелись, взяли с собой. Короче, сколько это все стоило? Вот заведение находится возле мечети. Назад пишет, кибат, пиде. Тут единственное, вот я ходил, вот только здесь нашел это пиде. Потому что там печь нужна для него. 130 лир. Это 13 долларов. Вот это вот мы объелись. Сейчас берем сок. Здесь рядышком прям делают следующее заведение. Сок маленький, стоит 7,5 лир. А чуть побольше, по-моему, 10 лир. Я так и не понял, сколько. Ну, короче, цены тут вот возле мечети очень хорошие. Я вот ссылку на... Ну, то есть, гугл-карты оставлю на мечеть, чтобы вы понимали. И вокруг нее можно прогуляться. И вот эти рынки, там, где мы ходили, вот кофе только что брали. Что вы примерно, ну, понимали. Реально очень классный район по ценам. Продается все то же самое, что в центре. И вот очень классно готовят. Короче, большой сок. Вышел 10 лир. Это 1 доллар. Апельсин он где-то выжил. Вот это все он выжил. 1, 2, 3, 4, 5,5 апельсинов. Все. Мы сейчас потихоньку выдвигаемся к трамваю. Идем вдоль вот этой стены. Это, кстати, сделано было для воды. Чтобы вода могла как-то свободно течь, наверное, в ту сторону. В старый город. И зайдем еще купим фисташки. Килограммчик за 6,5 долларов. 65 лир. Короче, я покупаю вот этот микс за 65. Тут и фисташки, и кешью. 6,5 долларов в килограмм. Смотрите, вот такой пакет еще. У нас, по-моему, в магазинах только вот такие маленькие пакетики продают. Да. Вообще, я считаю, цены очень классные. Так, я еще беру килограмм фисташек. Короче, в итоге я до этого тут брал фисташки. Где-то только с Турцией буду везти 3 килограмма орехов. Ну что, мы уже отправляемся к себе в номер. Уже примерно часа 8.30, наверное. Сейчас гляну. А не, 9 часов уже. Уже время спать. Даша тут бегает, гоняет котов. Ну что, мы уже вернулись домой. Вот, нам, в принципе, осталось немного в Турции. Это был сегодня последний день моих родителей в Стамбуле. Завтра утром они уезжают. Я думаю, мы их проводим. И завтра будет уже наш последний день. И послезавтра мы уже будем улетать. Вот. Вот такие дела. Даши сегодня купили красиво. Ну, постоянно бабушка, дедушка Дашины ей что-то покупают. Сегодня купили ей такое классное постельное белье с Барби. в магазине, как это называется, так. Это тебе бабушка, дедушка купили. Бабушка, сейчас покажу его тут. Будем открывать. Не, ну, чтобы его открывать, его надо полностью распаковывать, полностью все доставать. Тут просто номер такой грязный у нас. Я не хочу его здесь. Да, кроватиша. Это у нас кровать тоже какая-то. Здесь, получается, кукла Барби. Вот ее лицо. Доставать Даши не будем. Мы покажем это дома. Вот. Ну, тут не будем доставать. Мы расстелим тебе кровать, и ты будешь спать, и тогда покажешь. Ладно, Даша не сдержалась. Покажет наволочку. Вот. Одна сторона и вторую сторону. Тут уже кукла Барби с прической, да? Вот. Вот. Комплект такого белья, по-моему, стоит 45 баксов. Так, вот Даша показывает. Смотрите, как классно. Тут такие бусинки слепенькие. Тут сделаны такие ракушки. Угу. Просто и губинки, и у нее тоже тут есть пакет, гниг. Ну, тебе нравится это белье? Да. У тебя такого еще не было? Да. Нет. Это твое самое лучшее белье? Да. Постельное. Нам сейчас уже надо его это сложить. Давай, да, сложим в коробочку. Так что на этой прекрасной ноте будем заканчивать видео. Всех, всем желаю счастья, крепкого здоровья, чтобы у всех было классное постельное белье с куклой Барби. Что ты говоришь? Подписывайтесь на канал, папа. Да. Вот. Мой пиар-менеджер меня, как всегда, раскручивает. Подписывайтесь на канал, говорит Даша. Ставьте лайки. И нажимайте на колокольчик. Да. Всем мира, счастья. И я побед путешественник. Ура! Да. Всем мира, добра, счастья и всего самого лучшего. Путешествуйте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok